Мужчину Увезли одного на скорой пострадавшего Выпрыгнул из окна Не знаю, женщина или мужчина Организовали четкую эвакуацию людей Продух сделали хорошую Все грамотно, все четко Все, как говорится, по инструкции Я приехал к другу в гости Он меня разбудил, говорит, Саша, горим Я говорю, ну что, собираем документы, деньги Ребенка нашли респираторы Пока пробежались по этажу Постучали Чтобы все проснулись, вышли Ну, чтобы паники не было Это самое главное в таких ситуациях не паниковать Приехал очень много скорых Те, кто пострадавшие, нуждались Они все сидят в машина скорой помощи То есть дети Отдельно скорая детская приехала Отдельно еще две машины стоят Все четко, все организовано Никаких проблем с этим не возникло А там штаб работает, все нормально Ребята, у вас возникло Ребята, у вас возникло Я поснулась сама часа в 4 утра, и от какого-то треска, и как будто наверху мебель передвигали, казалось. Я стала выглядывать в окно, и уже там смотрю пламя внизу. Ну и стала звонить в пожар. Очень страшно вообще. Я даже не сразу смогла набрать пожарный телефон. Вот с третьего раза, наверное, у меня получилось. Но еще я засунула плед, документы, вот все и одела. Сама куртку накинула, ну вот так как-то. Уже приготовила простыни, думала из окна как бы веревку делать и прыгать, потому что было страшно, конечно, все в дыму. Пожарные зашли за нами. Ну, я одела детей, мы оделись, все стояли в кухне там, где подальше от места, где горело. Вот. И уже потом я слышу там что-то в подъезде. Открыла двери, там пожарные. Забрались, сначала вывели детей, а потом за мной пришли. Ну, не работало. Он уже много лет не работал. С соседями меняли. Нас затапливало вот сколько раз по стояку с четвертого этажа в ванной. Помню, это был прям 31 числа под Новый год. Ну, там плавало все. Это хорошо. Мы только ремонт сделали, и он нас залил. Ну, пил. Пил беспредел, можно сказать. А в последнее время говорили, что у него там даже и, ну, бездомники собирались. Ага. Да, вы проезжайте. Вот так, наверное, вставай. Да. А валюта сейчас не будет. Все грамотно. Все, как говорится. У меня фото разглядел. Да. Получилось. Поглядел. Ровно получилось. В 3.58 на путь дежурного службы 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило загорание двух квартир на площади 45 квадратных метров у приквартирного хода. Люди просили о помощи. Всего на пожаре спасено 6 человек при помощи ручных маршевых лестниц. К сожалению, погибло два человека. Один из них сотрудник аварийно-списательного отряда номер 4 пожарно-списательного центра города Москвы. Гибель произошла в результате, в ходе проведения работ по спасению людей. В результате выброса, теплового выброса пламени он потерял ориентацию и остался в горящей квартире. Причины пожара сейчас устанавливаются в судебной экспортной лаборатории. Второй погибший – это проживающие в этом доме. Тоже самое в УЧГ. А сколько человек было эвакуировано? Было эвакуировано 6 человек. Сейчас 3 человека госпитализированы. Один человек от опасных факторов пострадал, но от госпитализации отказался. Один человек выпрыгнул из окна до прибытия пожарно-списательных подразделений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова